В феврале 2019 года в международном аэропорту Шереметьево была задержана россиянка с крупной партией украшений. Она приехала из Соединенных Штатов Америки и проследовала через зеленый коридор терминала Д. Далее была остановлена сотрудником таможни. В ходе досмотра у нее было обнаружено 18 ювелирных изделий, которые не заявлены в декларации. Рыночная стоимость изъятых из незаконного оборота драгоценностей превысила 3 млн. рублей. В апреле того же года в аэропорту Домодедово была задержана еще одна гражданка РФ. Она прилетела из Рима. В ее личных вещах также обнаружены незадекларированные ювелирные изделия на аналогичную сумму. Таможенными органами была выявлена связь между этими двумя противоправными деяниями и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Собранные материалы переданы в Следственное управление Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу по подследственности. В ходе предварительного расследования установлена предполагаемая организатор криминальной схемы 26-летняя россиянка, проживающая в Соединенных Штатах Америки. По версии следствия, в одной из социальных сетей злоумышленница познакомилась с владелицей популярного аккаунта, жительницей Москвы. Ид предложил ей за вознаграждение подыскивать среди своих подписчиков покупателей ювелирных изделий иностранных производителей. Получив согласие, она попросила двух приятельниц перевозить незадекларированный товар на территорию России. Сообщницам удалось реализовать несколько крупных партий украшений. Однако этот незаконный бизнес попал в поле зрения оперативников таможенных органов. Двое фигурантов были задержаны и им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении их предполагаемой соучастницы, а также лидера группы, которая скрылась от следствия и объявлена в международный розыск, выделены в отдельное производство.